Дэниел, приветствую вас и спасибо, что согласились на это интервью. В первую очередь я бы хотела поговорить с вами о статусе, который может получить Россия, государство-спонсор терроризма. Звучит жутко. Мы знаем, что идею о присвоении этого статуса поддерживает Сенат, а также спикер Нижней Палаты Конгресса Нэнси Пелоси и, конечно, Владимир Зеленский и другие украинские политики. Мы не знаем наверняка, но мы видим в американских СМИ, что это предложение Киева не поддерживает госсекретарь Энтони Блинкен, потому что он знает, что если Россию признают государством-спонсором терроризма, то это станет проблемой, и к партнерам России, в числе которых Турция и Европейский Союз, также придется применить санкции. Каков ваш прогноз? Я понимаю, почему многие хотят объявить Россию государством-спонсором терроризма. Это их реакция на ужасы, которые они видят. Убийства, военные преступления, жуткие зверства. Они думают о вопросе морали, и, конечно, если исходить из принципов морали, Путин заслуживает того, чтобы российские власти были объявлены государством-спонсором терроризма. Однако последствия такого шага будут не просто символическими. Если бы речь шла только о символизме, я бы это понял. И я, правда, понимаю это на эмоциональном уровне. Но это уже не символизм. Если назвать страну государством-спонсором терроризма, у такого решения будут реальные юридические последствия. И это совсем не обязательно самые лучшие последствия. То, что делает Россия, в худшем случае, подходит под определение военных преступлений. Но вопрос не в том, какое определение подходит лучше, государство-спонсор терроризма или военные преступления. Вопрос в том, принесет ли присвоение статуса государства-спонсора терроризма положительные результаты после того, как пройдет чувство эмоционального удовлетворения. Оно пройдет очень быстро. И когда вы говорите об этом с представителями администрации президента, а я с ними говорил, они указывают на целый ряд нежелательных последствий. В законе есть определенные загвоздки. Даже те вещи, которые мы хотим продолжать делать с Россией, будет невозможно делать. И, как вы и сказали, мы можем оказаться вовлечены в конфликт с нашими европейскими союзниками, в то время как нашим приоритетом должно быть единство против российской агрессии в Украине. Поэтому я в конечном счете симпатизирую позиции администрации президента по этому вопросу. Я объясняю вам так долго, потому что это непростой вопрос. Конечно, я понимаю, но вы упомянули о сотрудничестве Соединенных Штатов и России. Вы считаете... Я имею в виду несотрудничество. Хорошо, несотрудничество, связи, взаимодействие. Позвольте, я объясню. Меня беспокоит невзаимодействие. Приведу пример. Европейский Союз собирается импортировать газ из России. А Соединенные Штаты, администрация США поддержали решение не обрубать весь экспорт российской нефти, но ввести потолок цен на этот экспорт, чтобы Путин не мог заработать так много денег для своей военной машины. Вероятно, это станет затруднительным с введением статуса государства спонсора терроризма. А это значит, что, возможно, одна из самых эффективных из рассматриваемых санкций США — введение потолка роста цен. Хотя многие утверждают, что это непрактично. Но администрация Байдена настаивает. Это может оказаться затруднительным из-за присвоения статуса государства спонсора терроризма. И это только один пример. Могут быть и другие случаи, когда статус государства спонсора терроризма приведет нас не туда, куда нам нужно. А нам нужно быть в позиции, которая позволяет нам сейчас оказывать стабильное эффективное давление на путинский режим из-за войны в Украине. Это затруднительно технически. И я не говорю о моральном вопросе. С точки зрения морали, наверное, Россия заслуживает такого статуса. Моя проблема исключительно практическая. Каковы будут возможные последствия? Говоря о сотрудничестве, о связях, я имею в виду недавнюю историю об обмене заключенными. Когда я услышала эти новости, я подумала, это совсем как во времена Холодной войны, когда страны могли делать звонки из Москвы в Вашингтон и наоборот, только чтобы решать подобного рода вопросы. А как вы отреагировали на этот обмен? Вы совершенно правы. Это действительно напоминает мне и еще многим людям о раннем этапе Холодной войны. И даже о времени перед разрядкой. Такая враждебность, подозрения, нестабильность отношений – все это действительно похоже на времена Сталина и период перед разрядкой международной напряженности Никсона Киссинджера. Нестабильность и опасность. Есть разные точки зрения по поводу списка на обмен. Потому что, по сути, Виктор Бут заслуживает того, чтобы быть в заключении. А американцы были задержаны незаконно. Незаслуженно, давайте скажем так. И аргументы против обмена заключенными в том, что награждать Россию, отдавая реального заключенного в обмен на заложников, означает стимулирование к захвату новых заложников. Но я думаю, что в конце концов возвращение американцев домой стоит того. И в конце концов, я надеюсь, это удастся. Но непонятно, заинтересована ли Россия в принципе. Лавров не отвечает на звонки Тони Блинкена, а когда отвечает, непонятно, соглашается ли он на эту сделку. Россия все еще пытается вести переговоры и использовать рычаги влияния. Непонятно, получится ли это когда-нибудь. Факт в том, что российские власти не в настроении добиваться прогресса по каким-либо вопросам. Они практически в состоянии нигилизма. Выходит из проекта МКС, угрожают соседям, совершают зверства, судя по всему. Доказательства этому не полные, но все выглядит именно так. Убили украинских военнопленных буквально на днях. Российское посольство Великобритании в Твиттере публично призывает к расправе над украинскими пленными. Это военное преступление. Но кроме того, это похоже на какую-то фашистскую истерику, которая завладевает российским бюрократическим аппаратом. Но когда мы видим, что происходит между двумя странами, когда даже этот обмен заключенными, судя по всему, может не получиться, хотя он был, если не скоординирован, то запланирован во время встречи Путина и Байдена в Женеве летом 2021 года. Есть мнение, что Соединенным Штатам стоит повысить ставки в этой войне. Вы специалист в вопросах санкций. Может быть, есть что-то, что еще можно сделать для оказания давления на политику Путина? Во-первых, я считаю, всегда полезно поддерживать каналы связи с Москвой. Мы делали так во времена Холодной войны. Нет ничего плохого в каналах коммуникаций, и они могут принимать самые разные формы. Обычные дипломатические каналы, так называемые неофициальные каналы передачи информации, неформальные связи, все это хорошо. Но я не поддерживаю преждевременные переговоры с Россией об Украине с позиции слабого. Хочу быть предельно ясным. Россия бы с удовольствием заключила договор США через головы Украины. Но Америка сказала, что мы не будем этого делать. И мы не должны. Это во-первых. Во-вторых вопрос, что еще мы можем сделать? Я согласен, мы должны передавать больше оружия Украине и делать это быстрее. И скорость поставок Хаймарсов возросла. Я рад. Жаль, что мы не поставляли больше и несколько раньше. Сильно раньше. Но мы должны делать это и делать это больше. Во-вторых, как я уже говорил, мы должны усиливать давление на российскую экономику. Администрация Байдена сделала смелый и противоречивый шаг, призвала к введению потолка цен на нефть. Многие экономисты, многие специалисты в сфере энергетики говорят, что это не сработает. Администрация Байдена все-таки настаивает, потому что они смотрят на это как на способ отхватить кусок от доходов Путина, которые нужны ему для этой войны. Поэтому они готовы настаивать на этом и даже принимать риски. Я надеюсь, что они добьются успеха, но если нет, им нужно будет придумать другие способы сократить доходы России. И быстро. Например? Если вы не добьетесь введения потолка роста цен на нефть, какие еще есть средства снизить доходы России от продажи нефти? Один из моих коллег предположил, что можно не позволять России продавать ее за доллары. Потому что если продавать ее за рупии или юани, то есть за денежные единицы Индии или Китая, это будет намного менее практично. Это просто неправда, что эти денежные единицы будут так же практичны для России, как доллар или другие свободно конвертируемые валюты. Могут также быть способы усилить контроль экспорта для технологий, критически важных для России, и укрепить контроль, который уже существует сейчас, чтобы затруднить производство для российской экономики. Производство автомобилей и другое высокотехнологичное производство уже значительно сократилось. Усиление такого рода санкций окажет еще большее давление на российскую экономику. Послушайте, я уже достаточно стар, чтобы хорошо помнить конец 70-х годов и начало 80-х. Соединенные Штаты оказывали экономическое давление на Советский Союз. Оно не всегда работало, оно не всегда было систематическим. Но в итоге, где сейчас Советский Союз? Экономическое давление, пусть даже не системное, как-то, которое мы применяли во времена Холодной войны, оказало сжимающий эффект на Советскую Систему, потому что Советская Система была не способна реформироваться. И это сжатие оказалось эффективно. Путинизм не способен к экономическим реформам. Он способен только получать экономическую ренту и продавать сырье. Давление на российскую экономику разными способами может оказать давление и на путинизм. И, боюсь, мы сейчас именно в этой точке. Нам нужно следовать этому пути. Сейчас Россия демонстрирует, что у нее есть инструменты борьбы с санкциями, в том числе, например, параллельный импорт, который, насколько я могу судить, очень популярен. Россия получает технологии из других стран, в том числе, как я понимаю, из Китая. Параллельный импорт. Что вы можете сделать с ним, если с ним вообще нужно бороться? Я, конечно, в курсе, что Россия бы очень хотела практиковать этот параллельный импорт. Как вы говорите, компенсировать потери от контроля экспорта. Вряд ли это получится. Если Китай будет массово нарушать санкции США, тогда США и Евросоюз придется ввести вторичные санкции по отношению к китайским нарушителям. Нам придется это сделать. Однако свидетельства неоднозначны и недостаточны. Вместе с тем, опыт показывает, что параллельный импорт не снимает напряжения в российской экономике. Идея о том, что Китай восполнит потерю западных партнеров, вероятно, преувеличена Кремлю. Кремль выдает желаемое за действительное. Есть ли у вас представление о сроках, когда российская экономика серьезно почувствует, и когда российские власти на собственной шкуре ощутят эти санкции? Я думаю, российская экономика уже их чувствует. Но мы видим репортажи из Москвы. Люди живут своей жизнью. Все нормально. Они получают свои зарплаты. Нет никакого коллапса. Коллапса нет, но данные, которые у нас есть, показывают, что есть стрессовое воздействие. И вы совершенно правильно говорите. Санкции в разных формах экономического давления не будут работать сразу. Идея о том, что произойдет переключение рубильника и свет сразу пропадет, приятная, конечно, но реальность не такова. Жизнь не такова. Именно поэтому санкции не могут быть первичным инструментом противостояния российской агрессии в Украине. Вооружение Украины должно быть первичным инструментом. Оно оказывает влияние гораздо быстрее. И это влияние во многом зависит от того, что происходит на полях сражений. Мы еще не говорили об этом, но это понятно. В целом, российские военные цели не были достигнуты. И также ясно, что российское наступление на Донбассе затормозилось. Мы не знаем, насколько успешным будет украинское контрнаступление в районе Херсона, но кажется очевидным, что исход войны не предрешен. Я не говорю, что Украина победит. Я говорю, что война может завершиться и так, и иначе. И поражение России в войне, если Украина сможет оттеснить Россию назад, пусть даже частично, это может оказать очень глубокое влияние. Потому что, мне кажется, россиянам не понравится быть в состоянии войны многие месяцы, с постоянно растущим числом жертв. Без всякой причины, кроме имперской идеи величия Путина. Господин Фрид, еще кое-что. Мы видим, как потихоньку, очень медленно появляются заявления от западных политиков, которые призывают к санкциям против рядовых граждан России. Считаете ли вы, что это новая серьезная тенденция, на которую следует обратить внимание? И еще один вопрос. Эффективны ли, по-вашему, меры против российских граждан? Какие меры вы имеете в виду? Например, визовые ограничения. Отказ россиянам возможности путешествовать на Запад. Я небольшой поклонник такого рода мер. Раньше Советский Союз не давал своим людям путешествовать. Я понимаю, что некоторым на Западе кажется отвратительным, что россияне будут путешествовать в Черногорию или Финляндию и проводить летние отпуска, пока их сограждане совершают военные преступления в войне России против Украины. Я понимаю это. Но мне кажется важным фокусироваться на Путине, на лидерах его режима, на коррумпированной системе вокруг него и на российской экономике, которая подпитывает путинскую войну. Вот на чем я бы делал упор. Спасибо за вашу позицию. Я полностью ее разделяю. И последний вопрос. Начиная с февраля, когда Путин вторгся в Украину, постоянно ведутся разговоры о мерах, которые надо было принять еще много лет назад, особенно после аннексии Крыма. Но в 2014 году их так и не приняли. Вы работали в администрации Обамы и отвечали за санкции против России. Не жалеете ли вы о шагах, которые были сделаны или не сделаны? Справедливый вопрос. Я думаю, что в 2014 и 2015 мы сделали все правильно. Санкции, которые были введены, казались в то время очень сильными. И, кстати, тогда Путин отступил. Весной 2014 года он уже выдвигал идею о Новороссии, другими словами о захвате больших территорий на востоке и на юге до Одессы. Он уже тогда говорил об этом. Но когда мы ввели санкции, когда украинцы воспротивились, он оставил эту идею. И он согласился на Минские соглашения, в которых было много недостатков, много непоследовательности, но они признавали, что Донбасс это часть Украины. Да, он не реализовал Минские соглашения. И позже российские власти, по сути, врали о Минских соглашениях. Но о чем я жалею, и я думаю, что в этом мы совершили ошибку, так это то, что в 2016 году, когда было очевидно, что Россия не собирается честно реализовывать Минские соглашения, мы не усилили санкции. Мы не усилили их даже тогда, когда стало появляться все больше свидетельств того, что Россия будет пытаться вмешаться в наши выборы при помощи дезинформации. Мы остались там, где были. И раз уж вы спрашиваете меня о том, в чем мы ошиблись, мой ответ будет таким. Я думаю, в 2016 году мы должны были усилить санкции. Поскольку мы этого не сделали, то это дало Путину ощущение, что он может отыграться и снова совершить агрессию. Дэниел, большое спасибо за вашу откровенность. Я это очень ценю. Было интересно. И я надеюсь снова увидеть вас в эфире телеканала «Дождь». Я тоже на это надеюсь. Удачи. Берегите себя. Если я буду в Риге, я зайду к вам в студию.